Здравствуйте! Сегодня мы разберем 79-й Псалом, Пэрк Айн Тет. Первый от послуг. Мизмор ле Асав, элухим бау гоим бенахлатеха, тимуэт гейхал кодшеха, самуэт Йерушалайм ле эим. Псалом написан Асавом. Боже, пришли иноверцы, и народ иноверцев, удел Твой, осквернили чертог святости Твоей, превратили Иерусалим в развалины. Ле Тане, значит, загрязнить, осквернить, эйхаль – это чертог, эйхаль кодшеха имеется в дух храм. И, и, айн, йот – это развалина, руина. В множественном числе и им. Есть определенные сходства со словом и с алифом – остров. И с алифом – остров, с айном – развалина. Значит, и там, и там какие-то такие россыпи своеобразные. Второй пасук. Далее они растерзаны трупы рабов Твоих в пищу Птицы Небесной. Плоть хасидов Твоих, плоть добродетельных Твоих в пищу дали зверю, болевому, зверю земному. Хайто-Арец. Хайто – это своеобразная форма смехута. Вот хая. Хая – зверь. Хаят обычно. Хаят – ха-Арец. Хайто-Арец. Это старинная форма, встречающаяся в Танахе. Третий пасук. Шавху домам камаем свивот Ярушалаем ве-эйн-ковер. Пролили кровь их, подобно воде, вокруг Иерусалима, и некому хоронить, нет хоронящего. Четвертый пасук. Айно херпали шхенейну, ла-гва-келес ли свивотейну. Были мы позором для соседей наших, в глазах соседей наших, насмешкой и поношением для окружения нашего, для окружающих нас. Пятый пасук. Адма-ду-ной-те нафланецах, тив-арк-мо-эшкина-теха. Доколе, до каких пор, Всевышний, ты будешь в гневе вечно, будет гореть, подобно огню, ревность твоя. Ла-энов, это быть, это один из синонимов гнева. Та-энаф ланецах, то есть ты будешь доколе ланецах, имеется в виду постоянно, всё время ланецах, в таком смысле слова. Кин-а-это ревность, кин-а-это недовольство, недовольство с чьими-то действиями, вот такой вот. Там и зависть, и ревность, и всё что угодно. Это может, оно иметь коннотацию отрицательную и положительную, оправданную по контексту. Шестой пасух. И злей гнев свой на народы, которые не знают тебя, и на царство, которое к имени твоему не взывают. Этот пасух встречается в пасхальной годе, когда открывают дверь, в конечной части, перед чтением Галеля, открывают дверь и произносят эти слова. Ядауха, ядуотха перестраивается в ядауха. Не знали тебя. Седьмой пасух. Кеахал от Яков веет навегу гешамму. Ибо поел, пожрал он Яков, пожрали они. Пасть это Якова, и оазис его опустошили, превратили в пустыню. Навэ – это оазис. Тот же корень, что слово Ной. Ной – красивый, приятный. Вернее, Ной – это красота, приятность. На Э – приятный, милый. И навэ – это один из фонетических вариантов того же корня. Корень Шин Мэм Мэм – это означает что-то опустошенное. Шмама – пустошь. Ешимон – отсюда пустыня. И Лэгашем – форма Лэгашем. Э – говорящая о том, что это двубуквенные удвоенные. Это опустошить. В прошедшем времени – Гэшэм Му или Гэшам Му. Есть, значит, возможно, и та и другая форма. Восьмой пасук. Не вспоминай нам грехи прежние. Пусть побыстрее откроется нам милосердие Твое. Ибо мы очень обнищали. Лэкадем – это выходить навстречу, вперед, встречать кого-то. Лэкадем – это паним. Лэкадем – панав. Это панав – это встретить, буквально выйти навстречу человеку. Приветствовать его, принять. А здесь лэкадем, когда называется рахамим – милосердие, якадмуну – рахмеха – выйдут нам навстречу, откроются нам. Я условно перевел. Милосердие. Далону – корень далит, ламит, ламит. Тоже двубуквенные удвоенные. Это стать нищим, обнищать, опуститься, лишиться сил. Даль – нищий, убогий. В прошедшем времени – далону. В глаголах этого ципа окончание «ону». Мы знаем «о», «ти», «ону», вспомогательный гласный «о». И в «ламидзе дагеш», который говорит о том, что корень с удвоенным ламитом. Далит, ламит, ламит. Даллону – меод. Девятый пасук. Помоги нам, Бог, спасение нашего в связи с именем, в связи с честью, славой имени Твоего. И спаси нас, и искупи грехи наши ради имени Твоего. Десятый пасук. Лама йомрухагоим, айе элогейгем, и вода багоим лейнейну, никма дама вадеха ашапух. Почему должны, почему будут говорить народы, где Бог их? Откроется, станет известно в народах, на глазах, перед нашими глазами, возмездие за кровь рабов Твоих пролитую. Айе – это старинная форма «где». В современном языке более распространенная форма «эйфо», а в Танахе очень часто встречается форма «айе». Она же присоединяет притяжательное окончание при обращении к тому или иному лицу. Айеха или айека – «где ты», айегу или айо – вариант «где он». Одиннадцатый пасук. Да придет перед тобою, явится пред тобою стон узника по мощи руки твоей. Дай выжить обреченным насмерть. Анака – это стон. Анака – вздох, анака – стон. Неенах – вздохнул, неенах – простонал. Ле го цир – это дать избыток. Йотер – это больше. Ле го цир – это дать больше, оставлять. Такое значение имеет. Значит, го цир – бне тмута. Это дай остаток, дай выжить буквально. Дай что-то, избыток жизни, дополнительный какой-то, дополнительный срок жизни тем, кто обречен насмерть. Тмута – корня мавит. Ламут, мавит, тмута. Бне тмута – те, кто обречены насмерть. Нужно различать корень глаголы ле го цир и ле го цир. Ле го цир – это дать в избытке, сделать что-то в избытке. Или оставить. В нефале легивотер – оставаться, нотар. А ле го цир – от корня нун та фреш. Лин тор или ле на тер – это прыгать, скакать. Соответственно, ле го цир в ефиле, нун теряется, значит, в таве дагеш появляется. Ле го цир – это дать возможность прыгать, резвиться, то есть выпустить на волю. Освободить ле го цир. Развязать что-то, то есть развязать, если что-то было связано, развязать и дать ему свободу. Так вот, ле го цир – освободить. Отсюда известное слово в уфале «мутар» – разрешено, то есть освобождено, сняты запреты. Поэтому в данном случае своеобразная игра слов. Если было бы сказано «гатер бнеет мута», то освободи их. А «гатер» – дай им избыток, дай им продли их жизнь. Пасук двенадцатый. «И верни, воздай соседям нашим семижды в лоне их за поношение, которым поносили они тебя, Господи». Хейк – это лона, то есть, как в русском языке, в переносном смысле слова «дай им». А шеф эль хейкам. Лехареф – это позорить, поносить, херпа – позор, поношение. Тринадцатый пасук. Мы же народ твой и паства твоя. Возблагодарим тебя навек, в поколение и поколение, поколением и поколением будем рассказывать о славе твоей. «Марит» от слова «лирот» – «пасти», «марит» – это нечто пасомое, паства, цон маритеха, то есть стадо, которое ты выпасаешь. На этом мы закончим рассмотрение 79-го псалма.